Отказаться от деликатесов, сократить объемы или перейти на дешевую еду. Какие еще способы выживания в период повышения цен на продукты питания предлагают саратовцы. Мы вышли на улицы и спросили у горожан, на чем они экономят. Экономим на всяких радостях, так сказать, которые были, ну, необязательны, грубо говоря. Ну, какие-нибудь десерты, сладости, мороженое и прочее. В меньшем объеме также уже сладости покупаем, потому что конфеты тоже, на конфеты цены тоже очень сильно повысились. Вот фрукты вообще уже, я просто очень люблю фрукты, но стал их покупать уже гораздо меньше, потому что вот последний раз просто немножко мандаринов и яблок уже 220 рублей было. Ну, фрукты вот есть вот в Крытом рынке, в самом Крым, там вот 100 рублей. А вот на улице, там, они, ну, как бы сказать, они не первой свежести, и там можно купить в два раза дешевле. У вас выселись цены на продукты питания? Ваша жизнь как-то изменилась в связи с этим? Нет. Никак не изменилась? Нет. А что, цены на продукты поднялись? Я макароны, сосиски ел и ем макароны, сосиски. Не могу сказать, что сильно. Сыров особо не ем, поэтому все хорошо. Не покупаем что-то копченое, очень соленое, постараемся питаться правильно, а на правильную еду нам хватает. У меня есть как бы альтернативные какие-то варианты, потому что у меня муж начал заниматься фермерством года четыре назад, поэтому есть какая-то альтернатива, а так, я думаю, что людям, конечно, тяжело. У нас хорошие пенсии. Не, ну, все покупаем, но плохо. Ну, по смысле? Ну, должно быть дешевле. Нормальный сыр исчез у нас. Ну, что, мясо стали меньше покупать. А самое главное, брать столько, сколько можно использовать, а не так, чтобы брать много, а потом еще выбрасывать. Ждем хороших времен. Надеемся, будет хорошо все.